Приветствую вас. С одной стороны, Екатерина, я буду с вами чистым и скажу вам сразу, что самостоятельно своими силами, у вас сделать этого скорее всего не получится, потому что если вы долгое время жили в таких парадигмах, в таких реалиях, если вы жили долгое время, то на мой взгляд, на мой взгляд, вы не сможете поменяться, на мой взгляд, вы не сможете сами, без помощи психолога, это два процесса решить. Это первое. То есть подумайте о том, чтобы обратиться к специалисту на психотерапию. Это первое. Второе. Любовь к себе. Если говорить просто, простым, простым достаточно языком, то нелюбовь к себе возникает по причине оценки. То есть когда вы оцениваете каким-то образом свои действия, когда вы оцениваете себя, вот, на там, грубо говоря, на постоянной основе. То есть вы пытаетесь себя оценивать. Вы пытаетесь себя контролировать. И вы пытаетесь себя как-то направлять, вот, и тем самым на постоянной основе. Вы, как бы так сказать, ставите себе условие, что если, 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 там, например, не сделаю, вот, с того-то, с того-то, с того-то, с того-то, с того-то, то я буду недостойным. Вот. Ну, это вот как раз та самая позиция. Ваша позиция. Которая мешает очень сильно. По большому счету. Понимаете? Какая штука. То есть, условно говоря, отказ от условий, отход от вот этой, ну, позиции. Что, у меня, есть право на, там, к примеру, достоинство на принятие на что-то хорошее и, позитивное только в том случае, если я такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая-такая. К примеру. Это первое. Следующий момент. Человек, который себя не любит, он пытается с одной стороны казаться не тем, кто он есть, пытается быть на самом деле. Что этот человек пытается, ну, условно говоря, немножко быть другим. Ну, то есть, он пытается, пытается быть кем-то, кем-то иным. Он пытается быть кем-то не тем, кто он есть. Он пытается строить из себя кого-то, а значит он себя обманывает. Вот. Это важно. Потому что, ну, если человек пытается быть кем-то, кем он не является, то на это уходит очень-очень много ресурсов. Вот. Соответственно, не на все остальное времени. Времени не остается. Это первое. Правильно? То есть, тут возникает вопрос. Как человек пришел к тому, что он должен быть к кем-то другим? Что он себе отрицает? На каком основании он себе это отрицает? Ну и так далее. То есть вариант, то есть, как бы, почвы для исследования здесь хватает. Здесь довольно много. Вот. Дальше. Следующий момент. Это категоричность. Категоричность проявляется следующим. Нас вот. Вот вы, например, пишете, что ждете одобрения у других людей. Почему? Потому что обратная связь. Потому что обратная связь, скорее всего, вам важна именно обратная связь. И, пожалуй, это нормально. Обратная связь должна каждому из нас. Но важно. Но важно, что вы в обратной связи нуждаетесь постоянно. То есть, вы в обратной связи нуждаетесь на постоянной основе, используете обратную связь. Вы используете связь, по факту, как наркотик такой. Вот. Вам она нужна все время. И желательно побольше. А ее постоянно не хватает. Почему? Потому что вы эту обратную связь не замечаете. Вот. Вот вы говорите. Мне нужно одобрение. Хорошо. Но зачем? Вам нужна одобрение других людей. Понятно, что одобрение нужно каждому из нас. И понятно, что этого хочется. Это свойственное для всех. Но момент. Но момент-то здесь немножко другой. Момент-то здесь в том, что вам это нужно на постоянной основе. И без этого вы чувствуете себя именно хуже. Именно плохо. И это уже вопрос. Вопрос этот, на мой взгляд, в первую очередь, связан с тем, что вы не отличаете получение одобрения от того, что вам нужно в нем. От того, что вам нравится в нем. От того, что вам хочется в нем. От того, что вам хочется в нем. И так далее. А я более очень уверен, что в этом одобрении есть, ну, я бы сказал, определенные градации. Что-то. То есть, в одобрении есть что-то, что вам по душе. И есть что-то, что вам не по душе. Но вы не прислушиваетесь к этому. Вы просто все это, как бы поглощаете. Вы все это ищите. Но вы не замечаете. Идея в том, чтобы постараться заметить, что в этом одобрении вам нужно. Идея в том, чтобы постараться заметить, а как одобрение на вас влияет, например. Как одобрение вас определяет. Чем одобрение вас определяет. На мой взгляд, это очень важный момент. Почему он важен и тем, что так вот вы сможете достаточно хорошо чувствовать себя. Достаточно хорошо вы таким образом сможете ощущать свои реакции на реакции других людей. И, конечно же, отделять таким образом себя от них. Что очень важно. Потому что если этого не делать, если не отделять себя от других людей, то в отсутствии ощущения себя, ощущения своих тенденций, своих реакций, своих желаний и чувств, это будет постоянно подменяться желаниями и чувствами других людей. А без будет пустота, от которой вы бежите как раз таки в поиск постоянного одобрения. Дальше. Как вырасти из ребенка возрастого человека? Екатерина, ну, для того, чтобы ответить на вопрос, нужно вообще-то понять, о чем вы говорите. Что именно вы называете ребенком? Для чего вам вырастать? Что такое, по вашему мнению, взрослый? И от того ли вы несчастливы? Как бы это вырастание, которого сейчас вы так хотите, не превратилось бы в ломку вашу? Просто в ломку. Что вот вас, грубо говоря, как личность просто начали ломать. Ладно бы, кто-то другой. Но нет, вы сами. Вот с чего не хотелось бы. И вот с чего, я думаю, не хотелось бы ни вам, ни нам. Вот. Но это вполне может произойти, если вы будете действовать в таком ключе. Если вы будете действовать так, вот как сейчас действует. Действует. Понимаете? Какая штука. Поэтому рассмотрите вариант, все-таки, все-таки, вариант более подробного исследования себя. Исследования того, что, ну, о чем вы говорите. То есть, я имею в виду, вот, именно исследования, вот, тех хотя бы терминов, которые вы используете. Сейчас я имею в виду термины. Вот. Ребенок, взрослый. Это же все, в общем, это психологические термины. Вот. Вы не ведете себя как ребенок, на самом деле. Вы скорее ведете себя больше как взрослый. Вот. Ой, как родитель. Вы ведете себя как родитель. Простите. Вот. Это если мы говорим языком транзакционально. Вот. Понимаете? Какая штука. И... Вы можете легко запутаться, но что самое главное, вы можете себе навредить. Вот. Процесс роста. Процесс роста. В любом случае. Это определенная боль, с которой достаточно тяжело справляться в одиночку. Поэтому человеку нужна поддержка. Как правило, человеку нужна поддержка. Человеку нужна помощь. Потому что, ну, одному справляться с, ну, вот, с болью достаточно сложно. Вот. А вырасти необходимо, но без боли нереально. И поэтому нужна поддержка. Мне кажется, что сейчас, в своей неловкости, вы пытаетесь избежать. Это немного не тот путь, я бы сказал. Потому что, избегая неловкости, вы избегаете того, что внутри вас. А избегая этого, вы избегаете роста. Своего роста, в первую очередь. И переход, вот, от формального, допустим, слабшему я говорю формального. Потому что, ну, вот, вы, может быть, не очень просто понимаете, о чем здесь речь. Вот. Переход от формального ребенка к формальному взрослому не решит ваших проблем. Понимаете, какая штука, Екатерина. Вот. Поэтому не обманывайтесь, вот, осторожно. Используйте слова. Лучше называйте вещи своими именами. Вот. Так оно будет эффективнее и так оно будет гораздо более реалистичнее. Следующий важный момент, то, что вам неловко на улице. Это довольно просто. С одной стороны, вы подавляете свои реакции. И привычка стыдиться их, своих реакций, она, естественно, никуда не одевается. То есть она остается с вами, она, как бы, ну, куда она уйдет. Если вы, там, особенно привыкли, так себя вести. С другой стороны, это оценка. Мы совершенно спокойно могли привыкнуть себя оценивать. Вот. И любая оценка, она изначально всегда стремится к отрицательной. Потому что в этом ее смысл, в этом смысл любой оценки. Такой вот семантический смысл. Смысловое наполнение. И, соответственно, вы знаете, что, если вы допускаете оценку, то все. Это значит, что вы допускаете, что, там, условно говоря, с вами что-то не так. Что люди на вас смотрят, люди обращают на вас внимание. Внимание, внимание, люди к вам как-то относятся, вот, как-то вас воспринимают. И это, скорее всего, ну, достаточно негативно. Вам видится. Потому что, таким образом, у людей, ну, условно говоря, у людей вокруг вас, да, появляется возможность показать вам себя. Вот. То есть у людей появляется возможность показать вам то, что вы сами от себя пытаетесь, ну, пытаетесь скрыть, грубо говоря. Понимаете, да? Что я имею ввиду. Вот. И поэтому вы становитесь уязвимым. Как не парадоксально, но здесь, для того, чтобы уязвимость была меньше, чтобы она не так остро была не чувствовалась, нужно ее принять. И учиться не обращаться. Вот. Возможно, вам будет проще, если вы начнете признавать, ну, вот, в какой-то мире, да, признавать свое несовершенство, признавать то, что вы можете быть несовершенным. Чего-то не знать, чего-то не умеете, что у вас может что-то не получаться, ну, и так далее. Главное, главное, вот, то, что вы делаете, в принципе, сейчас, да, это вот вы, на мой взгляд, взваливаете на себя, ну, практически невыполнимую задачу. А именно, э-э, как бы, сказать, э-э, ну, самотерапия. Это немножко, э-э, ну, так, такое слово, да, ну, не очень оно. Звучит, так, звучит, конечно, вот, но вы повторяете ту же, ту же ошибку, вот, вы взваливаете на себя непомерную задачу, вот. И в итоге вас ждет, конечно, неудача, потому что, ну, вы не можете с этим справиться, и в глубине души вы меняете, что не можете справиться с этим. Но все равно это делается, даже зная, что не справиться, вот. Для чего? Что от этого получается? Об этом, в то же, в то же, я рекомендовал бы вам подумать, потому что это, это очень важный момент. Вот, э-эм, на этом, в принципе, все. Я думаю, на этом можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь на обратную связь. Субтитры сделал DimaTorzok